Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Отзвучивается Новый Завет, толкование блаженного фопилакта, вместе с откровением. Повторяю это впервые, вышел в одном комплекте. Обычно до послания к евреям только было. Вот, чтобы видно было, как это издано. И показать, что здесь у нас находится и раскрашенная нами 230 картин, гравюр Гюстава Доре. Вот оно как, наилованные бумаги, 230 картин. Лука 17, 1, 4, толкование блаженного фопилакта. Сказал также Иисус ученикам, Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. Если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится и скажет, «Каюсь, прости ему». Толкование блаженного фопилакта. Невозможно не прийти соблазном или препятствием в доброй и боголюбезной жизни. Ибо при многое злобе людям необходимо оказаться и множеству препятствий проповеди и истине. Но горе только тому, через кого они приходят, то есть виновнику их, каковы фарисеи, соблазняющие и препятствующие проповеди. Многие с недоумением спрашивают, «Если необходимо прийти соблазном и невозможно проповеди не встретить препятствий, то за что же, Господи, ты осуждаешь и называешь несчастными виновников и соблазнов?» Они стали такими по необходимости, а все, что делается по необходимости, достойно прощения. «Господь, видя злобу тогдашних людей, видя, как они прилежат злу и не избирают ничего доброго, сказал, что судя последствий из того, что теперь перед глазами необходимо прийти соблазном». Итак, злоба, которой люди услаждались, дело произвола, а произведение соблазнов необходимо следовало от злобы. Поэтому-то виновники соблазнов и достойны наказания. Можно пояснить это примером. Врач, видя, что такой-то ведет дурной образ жизни и придается неумеренности, может сказать, что он необходимо заболеет. Уже ли эта болезнь необходима? Да, как следствие дурного образа жизни, необходимо. Поэтому горе препятствующим проповеди за то, что они дошли до такой злобы, что необходимо стало прийти соблазном. И подлинно человеку, производящему соблазны и препятствия, лучше, чтобы ему повесили жернов мельничный и бросили его в море, нежели чтобы соблазнить и совратить одного из малых, то есть верных. Поэтому Господь предостерегает учеников наблюдать за собою. Вот, говорит, я прежде вам сказываю, что придет зло. Не будьте в ответе, ибо злу необходимо прийти, но нет необходимости вам погибнуть, если будете осторожны и вооружитесь. Необходимо прийти в волку. Но если пастух бодрствует, нет необходимости овцам погибнуть, а волк должен уйти с пустым зевом. Господь сказал это о соблазнителях и тех, кои вредят проповеди, то есть препятствуют. «Поскольку между ними есть большое различие, ибо одни неисцелимы, как фарисеи, а другие излечимы, как братья Господа по отношению к самому Господу, ибо и они не веровали в Него». Иоанна 7,5 «Кто послушает выговор, тот достоин прощения, а кто не послушает, тот добудет тебе, как язычник и мытарь, то есть мерзок и недостоин называться братом». Потом, как бы кто сказал, «Пусть так, Господи, Ты хорошо это различил, но что делать с тем, кто много раз получил прощение и снова вредит?» Господь говорит, «Если он снова попокается, прости ему». И еще, «Если и семь раз в день обратиться, прости ему». А слово «семь раз в день» поставлено здесь вместо слова «многократно». Подобно как в выражении «Даже бесплодное рождает семь раз». Первое царство, 2,5 «Итак, сколько раз он покается, столько раз должно прощать ему». И не подумай, будто Господь полагает число, сколько раз прощать, но, как я прежде сказал, «семь раз в день, понимай, вместо многократно и бесчислено». Комментарий Игнатия Лапкина. Иоанн Златоуст до смешного просто изъясняет те вопросы, которыми мучились самые знаменитые философы, тогдашние безумные Карнеги со своей этикой. Люди особенно болезненно реагируют на замечания, обличения, укоры. Великий святитель все сводит к христианскому отношению к жизни. И смысл в том, мешают ли эти обличители достигнуть Царствия Божия. Кавычки открыто. «Если он обличает меня справедливо, говорит он, то поцелуй его за то, что он скрыл твои язвы, что он приводит тебя к исцелению, иначе бы ты погиб, не достиг вожделенного Царствия Божия. А этот брат или враг помог тебе». Кавычки закрыто. «По пословице, не тот друг, кто медом мажет, а тот друг, кто правду в глаза скажет. Враги нам лучшие друзья». И далее святитель продолжает, что если тебя обличают напрасно, несправедливо, то поблагодари человека за его намерение. Все упирается в то, отвергся ли человек сам себя, своего я, своего эгоизма. Отсюда мы же делаем заключение. Все зависит от того, рожден человек свыше или не рожден. От этого зависит его реакция на проповедь. о Христе распятом, о воскрешении и о воскресшем, и о его втором пришествии. Противящиеся проповеди, Евангелие, как раз и подтверждает, что они плотские, невозрожденные, и фактически являются неверующими в священное писание, то есть самому Господу Богу. И особенно яростное противление проповеди оказывают те, которые уже создали свой образ в глазах народа, как глубоко верующие, священнослужители. Проповедь подкапывает их имидж, подтачивает тот пьедестал, который они создали для собственной персоны. Проповедь священного писания смертельно опасна служителям алтаря, создавшим себе образ непогрешимого пастыря. Они не только пренебрегают проповедью, но чувствуя, что она обличает их корыстолюбие, платолюбие, животолюбие, стараются уничтожить и проповедь, и проповедующего, и смеются над благовестием. Лука 16,14 Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Кавычки открыты, толкование. Ибо по многое злобе людей необходимо оказаться и множеству препятствий проповеди и истине. Но горе только тому, через кого они приходят, то есть виновнику их, каковы фарисеи. Лука 17,5-10 И сказали апостолы Господу, Умножь в нас веру. Господь сказал, Если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей и исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, пойди скорее, садись за стол? Напротив, не скажут ли ему, приготовь мне поужинать и подпояшившись, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба всего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все, повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Толкование. Апостолы веровали в Господа, однако же, придя в сознание своей слабости, поняв, что Господь сказал о чем-то великом и, услышав об опасности от соблазна, просит, чтобы умножилась в них сила веры, чтобы через нее они могли исполнить то, что он сказал, то есть относительно нестяжательности. Ибо ничто так не укрепляет внестяжательности, как вера в Бога и твердое на Него упование, равно как ничто так не располагает к собиранию сокровищ, как неверие, что Бог есть что Бог есть великий сокровище-хранитель казначей и благость его неистащимая сокровищница. Притом с верой они могут противостоять соблазнам. Учение о том, что не должно гордиться совершенствами. Поскольку вера совершает многое и содержащего ее соделывает исполнителем заповедей, украшая его при всем и чудотворениями, а от всего человек легко может впасть в высокомерие. Поэтому Господь предостерегает апостолов не превозноситься совершенствами, представляя прекрасный пример. Кто говорит «из вас, имея раба» и прочее? Этой притчей объявляется, что не должно величаться никаким совершенством, ни даже исполнением всех заповедей. Ибо на рабе лежит необходимая обязанность исполнять приказания Господина. Однако же исполнение их не должно вменяться ему в совершенство. Ибо если раб не будет делать, он достойно ран. А кто сделал, пусть довольствуется тем, что избежал ран. А не должен за это необходимо требовать платы. Ибо заплатить ему, особенно же подарить что-нибудь, зависит от великодушия Господина. Так и Богу работающий не должен превозноситься, если исполнит заповеди, ибо он не сделал ничего великого. Напротив, если бы он не исполнил, ему было бы горе, как говорит апостол. Горе мне, если не благовествую. 1 Коринфянам 9.16 Равным образом, если он получил дарование, он не должен ими величаться, ибо дарование он не данный ему по милости Божией, а не потому, будто бы владыка был ему должен. Ибо особенный долг раба по отношению к его Господину исполнять все его приказания. Если же мы не должны думать о себе ничего великого и тогда, когда соблюдаем все заповеди, то что мы такое бываем, когда не исполняем и малой части заповедей Божьих, да еще и гордимся? Обрати внимание на то выражение притчи, что прежде поставлено пашущего, а потом присовокоплено пасущего. Ибо кому бы то ни было, прежде нужно землю возделывать, а потом уже принимать в руки и пастырскую должность. Кто хорошо возделал свою плоть, как бы какую землю, тот достоин быть и для других пастырем, ибо кто не умеет собственным домом управлять, как следует, то как будет пищись от церкви? 1 Тимофея 3.5 Итак, прежде возделай самого себя, и тогда уже других паси, как и пророк Иеремия сказал, распашите себе новые нивы, Иеремия 4.3, а потом просвистите себе свет разума, чем обозначается важнейшая часть пастырской должности. Лука 17.11.19 Идя в Иерусалим, он проходил между Самарею и Галилею. И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и полниц к ногам Его, благодаря Его. И это был Самарянин. Тогда Иисус сказал, «Не десять ли очистилось? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме всего иноплеменника?» И сказал ему, «Встань, иди, вера твоя спасла тебя!» Толкование. И отсюда всякий может познать, что никому ничто не препятствует угождать Богу, хотя бы он был из проклятого рода, но лишь бы только бы имел доброе произволение. Вот десять человек прокаженных встретили Иисуса, когда Он имел войти в один город. Встретили они Его вне города, ибо им, так как они считались нечистыми, не позволялось жить внутри города. Левитам 13, 46. Они остановились вдали, как бы стыдясь мнимой своей нечистоты, и не смея приблизиться к той мысли, в той мысли, что и Иисус возгнушается ими, как прочие то делали. Возвышают голос и просят милости. По месту они стояли вдали, ибо Господь, но по молитве стали вблизи, ибо Господь близок ко всем призывающим Его в истине. Псалом 144, 18. Они просят милости не как от простого человека, но как от такого, который выше человека, ибо они называют Иисуса наставником, то есть Господином, попечителем, надзирателем, что очень близко к наименованию Его Богом. Иисус повелевает прокаженным показаться священникам, ибо священники осматривали таковых, и от них сии принимали решение, чисты ли они от проказа или нет, левитам 13 глава. Священники имели признаки, покоем они отмечали неизлечимую проказу. Да и тогда, когда кто заболел проказой, потом выздоровел, священники осматривали, и им приносили дар, как о повелено в законе. Здесь же, когда прокаженные были непререкаемо таковы, какая была им нужда показаться священникам, если они не имели быть очищенными совершенно. Повеление им пойти к священникам указывало ни на что другое, как на то, что они сделаются чистыми, поэтому и сказано, что они, идя дорогой, очистились. Но смотри, как мы и сначала говорили, из десяти человек девять, хотя они были и израильтяне, остались неблагодарными, а самарянин, хотя был и чуждого рода, возвратился и высказал свою признательность, а самаряне были осиряне, осирияне, чтобы никто из язычников не отчавился и никто из приходящих от святых предков сим не хвалился. Чудо сей намекает и на общее спасение, бывшее для всего рода человеческого. Десять прокаженных обозначает всю природу человеческую, прокаженную злобой, носящую на себе безобразие греха, живущую за нечистоту свою вне города небесного и отстояющую далеко от Бога. Это самое отстояние вдали от Бога ходатайствовало о милости, ибо для человека любивого и желающего всех спасти и облагодетельствовать Бога самое сильное побуждение к милости видеть, что никто не участвует в благости. Поэтому то самому он преклонился уврачевать находящихся в таком положении. И хотя он уврачевал всю прокаженную природу, воплотившись и вкусив смерть за всякого человека, однако иудеи, несмотря на то, что со стороны Господа очищены от всех нечистот прокаженного греха, оказались неблагодарными и не обратились от суетного своего пути, чтобы дать славу Спасителю Богу, то есть поверить Ему, что Он, истинный Бог, благоволил претерпеть самые тяжкие страдания, ибо плоть и крест – суть слава Божия. И так они, воплощенного и распятого, не признали Господом славы, а язычники, но ручуждый, признали очистившего их и прославили его верой, что Бог столько человеколюбив и силен, что ради нас принял на себя крайнее бесчестие, что составляет дело человеколюбия, и принял он и никакого вреда не потерпел в своем естестве, что составляет дело могущества. Лука 17, глава 20-25. Был же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. Сказал также ученикам, придут дни, когда пожелаете видеть, хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите. И скажут вам, вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержену родом всем. Толкование блаженного Фефилакта. Господь часто в своем учении упоминал о Царстве Божием, но фарисеи при слухе об оном смеялись над Господом, и поэтому приступили с вопросом, когда оно придет, видев насмешки над ним, как над чудаком, проповедующим о необычайном и странном предмете. Ибо никто из прежде бывших учителей и пророков не упоминал о Царстве Божием. Или, быть может, имея в уме намерение свое по немногом времени убить его, приступает к нему с вопросом, чтобы им укольнуть его и осмеять, как бы так говоря, «Ты ведешь речь о Царстве, когда же настанет это Царствие твое? Ибо наутро ты предан будешь нами на смерть, воздет будешь на крест, и много иного бесчестия примешь». Что же Христос? Он не отвечает безумным по их безрассудной мысли и безумии, притча 26.4, но оставляет их блуждать. Господь о времени пришествия Царствия говорит, что оно неизвестно и не подлежит наблюдению, поскольку Царствие Божие не имеет определенного времени, но для желающего присуще во всякую пору, ибо Царствие Божие, без сомнения, составляет жизнь и устроение себя по образу ангелов. Тогда говорится, «Поистине Бог царствует, когда в душах наших не находится ничего мирского, но когда мы во всем ведем себя выше мира, и такой образ жизни мы имеем внутри себя, то есть, когда захотим, ибо для веры не нужно ни продолжительного времени, ни путешествий, но вера, и вслед за верой жизнь богоугодная, близки к нам». О всем самом апостол сказал, «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем», то есть, слово веры, которое проповедуем в Римлянам 10.8, «Ибо чтобы уверовать и уверовав, ходить достойно звания, это внутри нас, и так фарисеи глумились над Господом за то, что он проповедует царствие, о котором никто не проповедовал. Но Господь объявляет, что они не понимают такого предмета, который находится внутри их и которого желающему очень удобно достигнуть. Ныне, когда я нахожусь среди вас, вы, несомненно, можете получить царствие Божие, если уверуете в меня и решитесь жить по моим заповедям. Вы живете теперь с совершенной беззаботливостью, так как я пекусь и помышляю о вас. Но когда я не буду с вами, придут такие дни, что вы преданы будете опасностям, введены будете к владыкам и царям, тогда вы, как Царствие Божие, пожелаете теперешней безопасной жизни, какую ведете при мне, и многократно пожелаете получить хотя бы один из моих дней, то есть дни моего пребывания с вами, как дни безопаснейших. Хотя ученики Господа и в то время, как с ним были, вели жизнь не без трудов и опасностей, а терпели бегство с бегущим и оскорбление с оскорбляемым, но если прежние их приключения сравнить с будущими опасностями, то окажется, что они тогда были очень безопасны. Поэтому и при таком образе жизни, то есть при небольших опасностях и трудах, Царствие Божие было внутри апостолов, между тем, как после воскресения они были как бы пленники и изгнанники. Семи словами Господь приготовляет сердца апостолов к трудам и терпению и прежде сказывает им, чтобы они не соблазнялись Иоанна 16.1. Второе мое пришествие «Блистательнейшее и славнейшее не ограничится каким-нибудь местом, а как молния не скрывается, но является с одного края земли на другом краю. Так светло и явно будет и второе мое пришествие, и ни для кого не будет сокрыто». Итак, не сдавайтесь на соблазны лжехристов. «Прежде я явился в яслях» «И тридцать лет был в уничижении, но тогда будет не так. Я приду во всей славе в сопровождении ангельских воинств и в одно мгновение Лука 17.26.30 «И как было в одни Ноя, так будет и в одни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег и пришел потоп и погубил всех, так же, как было в одни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Толкование. «И здесь Господь указывает на внезапность и неожиданность своего пришествия. Ибо как при Ной внезапно пришел потоп и погубил всех, так будет и пришествие его». Примерами этими, то есть примером людей предпотопных и садомлян перед пожаром намекается и на то, что пришествие Антихриста между людьми умножается все неприличные удовольствия, что люди будут распутны и преданы преступным удовольствиям. Как и апостол сказал, что «в последние дни люди будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы». 2 Тимофея 3, 1, 2 и 4. «И неудивительно, что при царстве обольстителя процветет зло, ибо он есть пристанище злобы всякого греха. Что же иное постарается он вселить в жалкое поколение тогдашних людей, как не свои свойства? Ибо от нечистого что может сделаться чистым? Итак, люди погрязнут тогда во всяком чувственном наслаждении, подобно как при ноге, и не будут ожидать никакой неприятности, даже не поверят, если кто-нибудь заговорит им о приключении какой-либо беды, подобно людям, жившим в Адниноевы и в Аднилотовы». Лука 17, 31, 33. «В тот день кто будет на кровле, овещи его в доме, тот не сходи взять их, и кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову, кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее». Толкование. «В тот день пришествия Антихристова, кто будет на кровле, то есть на высоте добродетели, тот не сходи соной, не спускайся за каким ни есть житейским предметом, ибо все житейские предметы называются сосудами для человека, служащими иному к добродетели, а иному к злодеяниям, находящемуся в поле, то есть в мире всем, возделающему добродетель, не должно обращаться назад, но должно простираться вперед, как и в другом месте сказано. «Никто, возложивши руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия» Лука 9, 62. «Господь представляет пример жену Лотову. Она, обратившись назад, стала соляным столпом, то есть, не удалившись от злобы, осталась при ее солености, сделавшись совершенно злой и погрязнув и оставшись во зле, составляет памятник поражения, которое она потерпела. Притом, Господь присовокупляет относящиеся также к вышесказанному. «Никто в гонении Антихриста не старайся сберегать свою душу, ибо таковой погубит ее, а кто предаст себя на смерть и вообще на бедствие, тот спасется, не преклоняясь предмучителями из любви к жизни». Выше Господь сказал, что стоящий на высоте добродетели не должен сходить с одной за житейскими предметами, не должен увлекаться ни приобретением, ни имуществом и из-за них ослабевать в борьбе, не оставляя добродетели и из-за внешних благ, не даже из самого сбережения души не решайся преклониться предобольстителем и гонителем. Евангелист Матфей Матфей 24 глава говорит, что все это Господь сказал о пленении Иерусалима, намекая на осаду от неприятелей и на то, что при нашествии римлян должно бежать от них без оглядки. Находящимся на кровле не нужно сходить в дом, чтобы взять что-нибудь из житейского, но должно тотчас бежать, ибо тут не время спокойствия, чтобы собирать сосуды. Равным образом находящимся в поле не нужно возвращаться домой, а даже и тому, кто будет дома, нужно бежать. Ничего, впрочем, нет удивительного, если это сбылось при взятии Иерусалима и опять сбудется пришествие Антихриста. Особенно же, если пред самым временем кончины мира имеет быть невыносимо тяжелая скорбь. Все. Халлилуйя. Халлилуйя. Халлилуйя.